Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня что у нас? 21 апреля. Сейчас я отвечу на комментарии. Я сегодня выкладывала видео, у нас по-прежнему холодно, ночью минус 3, вот сейчас пришел по-моему прогноз. Но радует то, что через 2 дня обещают потепление. Начнем высаживать рассаду в теплицу и в открытый грунт. Вот меня не было вчера по-моему целый день здесь. И пришло очень много комментариев. Но больше всего, конечно, это слова поддержки, за что я всех-всех благодарю. Все так обрадовались, что у меня рассада отошла. И вот тот, кто по-прежнему мне советует побрызгать эпином, кто обычно, как я говорю, не досмотрел до конца и не слышал, что я сказала. Я сейчас эпином побрызгаю и все. И вот кто советует до сих пор побрызгать эпином, еще советует до этого побрызгать эпином, но вот я сейчас поняла, что это опрыскивание мне, наверное, и помогло, потому что я и до этого опрыснул, спрыснула эпином и после этого. Все я это уже сделала, но мне все равно приятно, что люди присылают эти советы, такие простые, которыми пользуемся мы все. Все это я сделала, все у нас прекрасно, но черные листья, они отвалятся, вырастут новые. Вот тут Елена Ольховская пишет, что перед газовым обогревателем поставить простой вентилятор, будет польза от него. Но дело в том, что у нас и стояли ветродуйки, у нас у одной двери и у другой ветродуйки, которые в центр был направлен воздух, если бы они не отключились, было бы все прекрасно. И тут уже пишут всякое, что вот вы такая опытная, да что ж вы не прикрыли, но у нас было все, у нас специально теплица устроена, так что не надо ничего не прикрывать, если бы не отошел вот этот вот, не выщелкнулся, кто он? Автомат. И все, поэтому прикрывать там у нас уже сложно, вы видели, что она большая, высокая, и сейчас все нормально с электричеством, все хорошо, и тем более уже у нас на носу потепление, у рассада настроение хорошее, у хозяйки хорошее. И вот почти все, вот Сергей Елисеев, я не знаю, он сам или иногда пишут, ну, с гаджетов мужа или сына, все, ты всегда на позитиве, сибирская кудесница, потом пишет. А вот Елена Калмакова пишет уже к новому, потому что пришел вопрос, вот как узнать по состоянию рассады, готова она или нет. И я вот выложила сегодня небольшой видеоролик, такой, ну, для самых начинающих, кто не знает, что вот как только цветочная кисточка показывается, уже можно высаживать. И вот Елена Калмакова пишет, да, для рассады главное не как она выглядит, а какой у нее возраст. У меня на одном окне одного сорта в одинаковых стаканчиках выглядит по-разному. Да и я там говорила о том, что некоторых смущает, что вот такая крупная здоровая рассада, а рядом маленькая, бывает маленькая, она по возрасту взрослее, ее желательно бы высадить как побыстрее, чтобы она там скорее зацвела, а большая иногда бывает еще и молодуха, просто может быть у нее был больше земляной ком, вот этот грунт, больше условия, лучше были. Так, Светлана Сергеева пишет, в прошлом году были высажены томаты в конце мая в теплицу и замерзли, остались единицы. Не знала, что нужно обрыскать в эпином в этом году, запаслась эпином. Спасибо большое от всей души. Вот потом, буду сейчас сразу отмечать, что это прочитано. Так, потом пишет Марина Хвостунова. У нас такая погода всегда каждый год. Меня такая погода не удивляет. Но у нас тоже каждый год, только понимаете как, она бывает разная. У нас в том году вот было и в мае, когда-то было в июне. Не всегда бывает вот это похолодание минусовое, такое продолжительное. В этом году побился рекорд, уже восьмой день, все минус, 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 минус. Днем чуть-чуть, там 1-2 градуса, на ночь опять падает минус. Обычно бывает же как, кратковременные заморозки, день-два, потом раз потеплеет, и так вот с перерывами, а тут без перерыва. Был же метель, снег, и все минус, 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 минус. Это очень сложно, когда так долго. Вот во Владивостоке сегодня уже было 12, держитесь. Вот и радуйтесь, что снег, а вот у нас сухо, пожары. Ну, я не знаю, у нас не бывает, конечно, такого тоже, наверное. Вот сидим на чемоданчиках. Батя не удивил, зацвел. Вот опять риторический вопрос. А зачем вы торопитесь высаживать? Ну, потому что высадив ее в теплицу, больше надежды сохранить качество хорошее. Сейчас же они стоят все в стаканчиках или в лотках, в тесноте. Из-за того, что им тесно, они и вытягиваются. А если их рассадить, высадить, они уже начнут сейчас, пойдут цвести, начнут завязываться. Но мне, я не знаю, каждый раз кто-то об этом спрашивает. И ясно, что дома или вот так в теплице, в тесноте, то качество рассады, конечно, теряется. По-хорошему ее бы высадить, вот уже, если бы была теплица, например, там с отоплением, или как вот некоторые с греющими кабелями. Люди уже давно высадили. Сергей Дмитриев пишет. Наконец-то хоть один человек предупредил об отрицательной стороне посадки по два в лунку. Не все так просто, как говорят многие. Но у каждого способа есть плюсы и минусы. Мы обычно это все разбираем. Я в прошлом году рассказывала, что есть сорта, которые вообще я бы не рекомендовала по два в одну лунку. А есть, которые прям прекрасно, они компактненькие. Их раз, слепишь вместе. Так, прекрасно, что оживают. Вот пишет Анастасия Кобелева. Сообщите, какой город России. Большие сроки высадки разные. Но тут не только сроки высадки разные. Я говорила просто о состоянии рассады. Мы же каждый высаживаем еще в разные условия. Вот я сейчас буду высаживать в теплицу, для меня это будет нормально. А кто-то высаживает только в открытый грунт. Конечно, это рано. Мы смотрим еще и не только по состоянию рассады, но еще по погоде, по климату. И даже в одном и том же регионе кто-то с укрытием будет выращивать. А кому-то некогда закрывать, открывать. Конечно, у него все это будет позже. С праздником всех. Это вот вербное воскресенье. Я уже тоже поздравляла. Хочу еще раз поздравить. Поздравляю всех с праздником. Наверное, сегодня все отдыхали. Вот. Тут вот пишут Светлана Дракола. Всем бы такого настроения. Не слушайте, кто пишет плохие комментарии. Рассада спасена. На Байкале тоже холод. Людмила Балдина пишет с праздником, с вербным воскресеньем. Светлана Лобанова поздравляет. Ай, вот про капусту, про капусту. Ну, сейчас маленько потеплеет. Сегодня еще видели, я утро вышла, снег сугроба. Какая там капуста. Вот Наталья пишет, даже картошку успели посадить. Она взошла и уже подмерзла. Но вообще ростки от нее потом отрастают. У нас был один росток. Посадили позже этого периода. И все равно был мороз. И все равно высаживают. Вот тут пишет вот к этому видео, где томаты много-много. Пишут, надо же совсем без листьев растут. Они не без листьев. Я листья убрала только тогда, когда они полностью сформировались и начали созревать. Тогда я уже убрала листики. Так, в каком регионе живете, Алтайский край? Огурцы в неотапливаемой теплице при минус 11 не замерзли. Это очень странно. Обычно они боятся. Это значит хорошо. Так, эпин частично спасает. Бутылку вот эту 5-литровую. Это все к прошлогодним видео. Не надо было закапывать на всю высоту. Только сантиметров на 5. Тогда они растут хорошо все лето. Вот Анна пишет, что у нас в этот день вообще было минус 14. А до этого 25. И резко мороз в Северный Казахстан. Галина Мешкова нас представляет с вероятным воскресеньем. Про рассаду правильно Наталья Гармаш пишет. В нынешнем году как снег сойдет, так и готово. Да, у нас уж многое готово. Было бы куда высаживать, уже можно было бы высадиться. Вот и Лена Буваева пишет тоже. Удачи хороших урожаев. Пишет Огород круглый год. Расскажите о баклажанах, когда и как сажать. Вы имеете ввиду высаживать. И куда? В теплицу или в открытый грунт? Сразу говорю, что перцы и баклажаны я высаживаю намного позже. Они не такие выносливые, не такие теплолюбивые, как томаты. Если я сейчас томаты могу высадить в конце апреля, что я собираюсь сделать, то о перцах и о баклажанах, даже высадка в теплице, раньше, средины мая, даже разговор я не завожу. Потому что вот в таких форс-мажорных ситуациях, видели, у меня здесь не было ни перцев, ни баклажанов. Они бы уже все погибли, скорее всего. Мы их берегем до самого последнего. Их высаживаем позже и только глядя на погоду, на прогноз погоды. Ага, вот пишут. У нас большая печка, сверху насыпаем мешок опилок, всю ночь тепло, независимо от электричества. Но у нас тоже теперь такая печка есть. Будем. Вы правда оптимистка, я бы рыдала, пишет Татьяна Лебедева. В 2018 году у меня померзли помидоры в теплице в начале мая. Возможности нет охранять, греть нет возможности, а поликарбонат не спасает. В этом году решили держать дома. Сажаю 200 корней. Даже не представляю, как урожай из 2000 корней. У вас семья очень, наверное, очень большая. Я вот удивлена, я вроде вижу Татьяну Кравченко часто в комментариях. А разве вы не встречались здесь в видео о том, как я собираю семена, про заказы семян. Эти же 2000 корней, я их сейчас буду выращивать, потом буду собирать с них семена. А вот у нас тут нашлась одна умная женщина, которая за меня отвечает на вопросы, отвечает неправду. Вот Галина Ковалева отвечает вам, Татьяна Кравченко пишет, это на продажу бизнес, потому не очень-то надо жалеть. Мне очень интересно, когда люди вот так вот ничего не зная, взялась за меня, ответила зрительница, что это вообще-то на продажу, она же лучше меня, наверное, знает. Вот я у нее спрашиваю, Галина, с чего вы взяли что-то на продажу? Я вот говорила, что это моя собственная рассада для теплицы. Еще других людей убеждаете. Всю эту рассаду, можете посмотреть, я буду высаживать для себя. Все 2000 корней для производства семян. Так что жалеть мне есть что. Если не знаете, не отвечайте, пожалуйста, за меня моим зрителям. Так вот, Светлана Давидкина пишет, землячка моя в тоннеле в среду высаживаем, справедливо, верно на воскресенье. Да, я планирую на среду, вроде идет тепло, но хотя бы, если даже в среду я высадить не успею, хотя бы сделаю маркировку, дырочки там, полосочки, чтобы в четверг пойти и быстро-быстро разложить их. Но мечтаю все-таки в среду. А, вот Мария Морозова пишет, ну и еще там одна девушка. Спасибо большое, видео у вас показывает, только вверх больше поликарбонат, чем помидоры. Но это я там стояла сегодня в неудобной такой позе, вы же видите, что у меня там полки очень высокие вот эти, и мне приходится вставать на что-то, или на мешок с землей, там встаю иногда на старую стиральную машину, и я, вероятно, одной рукой держусь за это, но упустила, в следующий раз буду ниже опускать. Там никак штатив не поставишь, высоко над землей, вот одной рукой держусь, сама другой рукой держу камеру. Вот Лидия Уиманова спрашивает, на каком расстоянии вы высаживаете рассаду в туннеле, какую температуру поддерживаете в ней до высадки в грунт? Смотрите, вот это странный вопрос, какую температуру поддерживаете до высадки в грунт? Я никак не могу там температуру никакую поддерживать, Там вот как на улице, как если нагреет, там значит тепло. Если на улице прохладно, там похолоднее. В тоннелях очень сложно контролировать вот эту температуру. А на каком расстоянии, как я высажу, есть видеоролики за январь или за февраль. Сейчас вот буду через 2-3 дня высаживать, я все снова покажу. Потому что вот в формате ответы на вопросы, я на все эти вот про тоннели вопросы вам, конечно, не смогу ответить. Потому что это надо сидеть, все рассказывать о схеме посадки. Сколько отступают, сколько сантиметров в бороздках, сколько сантиметров между ячейками. Ну вот Елена Селява пишет, что подскажите, когда вы начинаете высаживать помидоры в грунт, не по температурным условиям, а по характеристикам растения, количества листьев и прочего. Я как раз сегодня снимала видео, я вот вам скидываю вот эту ссылку, как узнать, что томаты готовы к высадке. Там вот подробнее вы все это узнаете. У нас сегодня было минус 11, тоже пришлось поволноваться. У всех морозы. Пишет вот Тамара Жихарева. Ой, нет. Сначала вот пишут, в Краснодаре холодно уже больше недели, кое-где даже заморозки. Вот Татьяна Жихарева пишет. Мне кажется, что многие сорта отойдут, но они уже отошли. Было другое уже видео. Помню один год, снегопад был 6 июня. Это по Волжи, пишет Евгений Мангер. Ну и тут ему пишет Галина Фокина, что снегопад не совсем страшно, страшно устойчивые морозы. Уже больше недели. Такого не помню устойчивого мороза, хотя мне под 70. Я вот тоже пишу, если честно, тоже не помню, чтобы минус держался так долго. И после такого продолжительного тепла, я посмотрела, у меня уже там и лук под зимой просыпается, выклевывается и у клубники вот эти вот в серединке почки пошли в рост. Это страшно, конечно, после теплого периода, когда вот такой ледниковый начинает. Надежда Северина пишет. Поздравляю с праздником, спасибо. Я про рассаду. Сибирь удивляет, зато лето, как правило, очень жарко, и все успеете еще. Так. Я боюсь, что у вас в теплице было холоднее. Но я уже сказала, что там было не 3 градуса, потому что этот термометр, он висит как раз в середине, около газового висел, что по краям, наверное, похолоднее было. И вот Елена Лотыш пишет. Ольга Павловна Эпина, мы лучше перед стрессовой ситуацией опрыскивать. Я ей ответила, что я накануне как раз опрыскивала, я видео снимала, что готовимся к морозам. Я перестановку там делала, опрыскала Эпином. Валентина Федотова пишет. Я рада, что у вас все восстанавливается. Могу дать маленький совет. Хорошо бы строительной подложкой утеплить с внутренней стороны по низу. Да, может быть, там внизу холодно. Галина Пушкина пишет. Ну, это тут про заморозки. На дворе все-таки только апрель, время ненадежное по отношению к теплу. С 22 апреля мы все считаем 40 утренников заморозков. Так, в любом случае, приходится ждать подвоха от природы. Так, Людмила. Вот пишет, Людмила, она пометила, что я с этого, с телефона сына пишет, про хранение. Там от спрут до Нового года хранился. Сливка. Вот очередной такой, я уже их считаю риторическими вопрос. А зачем столько много на семью помидор? Это значит, что человек, наверное, только зашел, первое видео посмотрел. И не оглядевшись, решил, что лучше задать вопрос и ждать 3 дня ответа, чем посмотреть самим видео. Правильно, Светлана пишет, посмотрите, а потом спрашивайте. Так. Ой, здесь опять вот эта Галина Ковалева, опять вот эта самая умная женщина, которая пришла, вероятно, только сегодня или вчера. Она тут же отвечает. Бизнес, это же все продажи. Ей отвечают, что Ольга говорила, что томаты в этой теплице для себя, а не на продажу. Она все равно спорит. Не будьте так наивны. Я труд уважаю, бизнес тоже. Но подсчитайте, если есть желание, сколько это в урожае килограммов. Сидит, вероятно, она там считает. И какое количество земли занимает. Да и зачем вкладывать свой труд, если даже на семью 20 человек хватит 50-60 корней томат. Не одни же овощи едим зимой. Вот охота ей все сидеть, это печатать. Наверное, вообще катастрофически нечем заняться дома. Очень люблю правдивых. Вот Валеру, Тройно, Валеру из-под Луганска выращивают для бизнеса. И не стесняются об этом писать. Томатов тоже 2000 на продажу. Да еще и про сорта расскажут. Она правда как это с луны свалилась. Если уж у меня мало на канале про сорта рассказано, я не знаю тогда как это. И главное, и не стесняются об этом писать. Но я, конечно, стесняюсь. Но я и отвечаю, что... Галина Ковалева, я вам еще раз повторяю. Не отвечайте за меня, если не знаете ответа. Это рассада для моего огорода, а не для продажи. Извините за грубость, но включите мозги. Продажа рассады начнется только через месяц с лишним. А эта уже вся на цвету. Я что, ее по-вашему с плодами в конце мая буду продавать? Рассада для продажи стоит совсем в другом месте. Но она, наверное, лучше знает, какая у меня для продажи, какая не для продажи. Ой, вообще. Так. Ну, ее надо, наверное, удалять. Она тут всем-всем хочет, прям это за меня отвечает. И всем хочет навязать какое-то свое мнение. Ладно, не будем про нее. Галина Калинкина, Татьяна Калинкина пишет. Всех благ, здоровья. Не потеряйте здоровья, без этого томаты будут не милы. С 24-го будет потепление. Так, с вербным воскресеньем. Ну, тут все, большинство поздравлений у нас с праздником. У всех хорошее настроение, несмотря на то, что у нас холодно. Я вот тоже сегодня вам снимала видео. Осталось немного потерпеть. Ничего страшного. Немножко мы подмерзли. Немножко нас это взбодрило. Вот многие пишут, что... Сейчас расскажу вот про эти. Вот это вот сейчас у нас там... Кто она? Как я забыла? Галина. Как же? А, Галина Ковалева появилась. Многие мне пишут. Оль, не обращайте на них внимания. Блокируйте, удаляйте сразу и все. Но я, вы видите, что я раз за разом все равно отвечаю на такие комментарии, на какие-то, ну, которые оскорбительные или там неправдивая информация. И знаете, почему я это делаю? Потому что, если вот, как сказать, я не считаю правильным, что просто вот раз я почитала, которые мне не нравятся там комментарии, раз и удалить. Я считаю, что это как бы выглядит немного трусливо, что я вот поджав хвост, раз и убегаю. Нет, наоборот, я хочу, чтобы комментарии были всякие и такие, и такие. Но если... Я пытаюсь каждому человеку что-то объяснить там, ну, немножко что-то... Может быть, она действительно, как не со зла, считает там мои деньги, мои корни, килограммы там томатов. Может быть, она действительно думает, что я все это вырастила на продажу, но стесняюсь об этом сказать. Такая дошлась она, правда, рубка, хочет меня вывести на чистую воду. Хотя, если посмотреть там предыдущие ролики, там ясно, что это для производства семян. Я никогда это не скрывала. Я же не тайком рассылаю заказы, не где-то там по тайной этой почте. Я поэтому стараюсь отвечать, но если она сейчас не поймет, конечно, буду блокировать. А вообще, я не хочу удалять, зачищать вот эту всю переписку. Не хочу, чтобы выглядело так, что вот у нас только вот такие медово-сахарные вот эти комментарии, что только, ой, какая вы хорошая, какая умная, премудрая и все так. Потому что многие люди, я вот читаю комментарии, они говорят, что на других каналах, особенно на женских, есть такое, что почитаешь комментарии, комментарии только восторженные, только вот такие илейные, медовые, и ясно, что все это почищено, зачищено. Мы сначала почитаем все это, обсудим, чтобы вы видели, что приходят комментарии и негативные. Если уж этот автор будет меня доставать, вот одного я, конечно, сразу удалила, там уже матом, ну мат, перемат и на всех на моих, отвечает всем моим этим зрителям и всем членам сообщества, всех посылает. Я сразу удалила, я даже переписываться с ним не стала. А вот такой, как эта женщина, может быть, она действительно в каком-то заблуждении, может быть, она хочет нас разоблачить, что вот мы тут скрываем, занялись такой подпольной продажей томатов, но не хочем об этом ей говорить. Если она не перестанет, тогда, конечно, удалим. А вообще я предпочитаю, чтобы, конечно, были и такие, и такие комментарии, и так интересные, потому что не можем же мы все придерживаться одной точки зрения. Мне даже нравится, когда вот человек, например, говорит, ну вот про эти два томата в одну лунку постоянно, что, а мне этот метод не нравится, я считаю его там бесперспективным, все, можно даже диалог провести. Ну когда уж человек под каждым видеороликом, кто бы о чем не спросил, он пишет, ой, да это же бизнес, да ей жалеть нечего, да замерзла ей не жалко, все равно на продажу. Но если это неправда, то меня, конечно, это не очень устраивает, когда человек раз за разом, я отвечаю, что она все равно свое гнет, хочет чего добиться, не знаю. Ну таким лучше, конечно, удалиться. А вообще сегодня все комментарии, сегодня же вербное воскресенье, все комментарии, можно сказать, такие праздничные, хорошие, тем более уже и холод уходит, у меня и рассада немножко отошла. Все у нас хорошо. С завтрашнего дня, вот делюсь с вами планами, я начну рассказывать про высадку в теплицу, про подготовку, про схемы различные, потому что много до этого спрашивали, но тут вот этот ледниковый период, он вывел меня, выбил немного из колеи, сами вы понимаете, что тут не до этих рассказов было, я тут бегала немножко и расстраивалась, и там ухаживала, лишний раз больше времени потратила на них. А с завтрашнего дня я расскажу, какими различными методами и способами буду высаживать, то есть в зависимости от высоты, куда высокие, куда низкие, и у вас в этом году будет прекрасная возможность понаблюдать две схемы высадки, я изменю нынче, всегда высаживала по одной, нынче в одной теплице одну схему применю, в другой теплице другую. И также с завтрашнего дня я начну рассказывать о подготовке высадки томатов в тоннеле, потому что завтра, я думаю, у нас растает снег, передали плюс 10 на день, там уже грунт у меня накидан, я буду вот размечать, разравнивать, размечать, буду рассказывать, чем укрывать, что я уже приготовила, какие укрытия, как я буду высаживать, на каком расстоянии, все это на следующей неделе, вот завтра с понедельника, будем именно конкретно о высадке. И еще одна тема, которая интересует многих, это вот я выращиваю уже томаты много лет на одном месте, и многие говорят, что пишут уже это категорически нельзя, а так как у меня участок маленький, и севооборот выдерживать я никак не могу, ну как я могу, вот у меня теплица, например, с томатами, как и у многих, и если я нынче выращиваю томаты, я не могу поменять на другую культуру, я же не могу на следующий год выращивать там лук или чеснок, что было бы очень благоприятно, конечно, для земли, для восстановления. И вот буду рассказывать, как я выхожу из этого положения, короче, сейчас три основных темы на будущую неделю, это схема высадки в теплице различные, подготовка к высадке в тоннели, все нюансы, все приготовления, потому что высаживать буду в среду или в четверг, но до этого же нужно много работы тоже сделать, нужно подготовить грядку, вскопать, разметить, все. И, ну все, уже третья пока говорила, забыла. Все, до завтра, до понедельника, завтра у нас начнутся реальные дела, потому что вторая половина апреля, это уже у всех и подготовка грунтов, теплицы, высадки, будем думать, каждый уже из нас отдельно, конечно, какую схему применить, какими рядочками, по два в одну лунку или по одному, какие сорта куда поставить, чтобы солнца всем хватило, чтобы все. Все, желаю всем успеха, выспаться, подготовиться к понедельнику, с завтрашнего дня будет много работы. Все, с вами Ольга Чернова, будем помогать друг другу советами, поддержку. Спасибо еще раз за все поздравления, за все поддержки в ту трудную минуту, когда у меня рассада чуть не замерзла. Это, конечно, такое всякое бывает, но еще, я больше чем уверена, в этом году еще будет много сюрпризов природы. Я вот сейчас каждый год высаживаю, когда в тоннели, и начинаются у нас бессонные ночи, как только чуть похолоднее, там уже не электричества нет, ничего нет, спишь и думаешь, а что будет утром, когда я пойду и загляну в это маленькое окошечко, живы там они, питомцы мои, или нет. И идешь с содроганием сердца, потом открываешь, а они там еще толще, чем вчера, думаешь, как хорошо они растут на холоде, все, до свидания.